Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и давненько я с вами не играл в Армелла. Очень неплохая, пошаговая, тактическая, карточная игра про милых зверушек, которые хотят всех вокруг убить. Особенно царя зверей льва, чтобы занять его трон. Поэтому предлагаю по сети снова поиграть. Ой, тут я из очереди ушел. Ну, подождем 19 секунд, чтобы начать игру. Итак, встаем в очередь в сетевую партию. По идее, тут они быстро находятся. Мы вступили в партию. За кого сыграем? Блин, я давно не играл в Армелла, поэтому давайте сыграю за того, кого помню. За Сану. Она у нас через схватка с пораженным гнилей существом использует дух вместо атаки. У меня тут уже выбрано плюс один к духу, плюс три к магии при нахождении в лесу на рассвете. Да, пожалуй, выберу Сану. Вот это, как эти новые кланы. У меня ее не Оксана. Ящерица по имени Оксана. Почему Оксана-то? Ну, не важно. Я думаю, что многие зрители не знают, что за игра. Хотя я ее много раз стримил, показывал. Довольно простая, хотя поначалу, я думаю, вы будете не понимать, что происходит вообще. Идея в том, что король поражен гнилью, и он умирает. И надо занять его трон. Сейчас вот мы выбираем задание. Так как у меня больше духа, я, пожалуй, возьму... Вот видите, тут еще отмечается награда, когда я пройду. Что мне дадут? В данном случае на дух еще больше вероятность, что я его пройду. Да, Оксана. Блин, ящерица по имени Оксана. Это какой-то новый клан появился, но я... По-моему, он мне недоступен. Его покупать надо. Вот эти ребята. И что за способности у этих ящериц, например? Блин. Оксана. Иммунитет к урону от гнили на рассвете. И минус 2 кубику гнили вашего противника. То есть против Оксаны не стоит быть гнилью. Понятно. Заходит в поселение, приводит жителей в ужас и получает плюс 1 к золоту, плюс 1 к гнили. Ага. Но она через гниль как раз играет. Слушайте, ну... Короче, в двух словах. У короля... Тут есть... Каждый ход это рассвет или закат. То есть сейчас у нас день. Следующий ход будет ночь. Каждое утро король получает урон. У него отнимается одно сердечко. А каждый вечер он получает плюс 1 гниль. Соответственно, как вы понимаете, так как у него... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь... Восемь... Нет, девять сердечек. То игра максимум 19 ходов может длиться. Если никто не зайдет во дворец и не убьет короля, то король сам умирает и побеждает и занимает его трон. Или, соответственно, побеждает тот, у кого больше престижа. Престиж, вот. Престиж дается за то, что вы убиваете пораженных гнилью. Тут вы увидите, всякие гады будут появляться. Либо убиваете других соперников. Вторая возможность победить это зайти во дворец и убить самого короля. Но это в начале игры довольно сложно сделать. И, наконец, третья возможность это собрать четыре камня духа, зайти во дворец и как бы вылечить короля. Правда, он все равно умрет. Но вы тогда побеждаете, занимаете трон, при этом не воюя с королем. Так, мой ход. У меня больше всего духа и силы, но в данном случае это здоровье. В бою два неудачных броска солнца и луны считается защитой. Это можно одеть. Так, ну, пойдемте, наверное, вот в это поселение займем его. А вот здесь ночью появится камень духа. Вот здесь, видите, такая голубенькие штучки. Так. К равнинам и болоту можно применить. Давайте, наверное, на этих применим. Все, закончу ход. У меня нет денег сейчас, чтобы вот эту карту применять. Вот, видите, наступила ночь. Ночью я получаю... У меня возобновляется моя мана. Вот появляется камень духа, которых четыре надо собрать, если что. Но проблема в том, что, скорее всего, ящерица его заберет, а не я. Оксана заберет, да. И, кстати, мне в конце этого хода следующее... А он либо на меня нападет, либо... Вот еще испытания проходят. Он кидает кубики. И не прошел испытания. То есть у него запас взрывов до конца хода будет равняться нулю. Плюс одну гниль получил за посещение. Он... У него выбор сейчас либо... А, у него одну очку действия осталось, кстати. Вот если он сюда встанет, то мне придется на него нападать. И, кстати... Да, и, кстати, я это смогу сделать. Знаете, почему? Потому что он... А, подождите. Он-то поражен гнилью, но он не... С пораженными гнилью существом. Пусть считается ли он пораженным гнилью? Хотя у него две гнили у Оксаны. Но она, по-моему, не поражена гнилью. Пораженный гнилью больше пяти. У него только заражение. А пораженные гнилью это, например... О, у нас договор. У нас разведчик. Вот этот поражен гнилью. Гад, например. Шпионская сеть. Вы получаете разведчику своего партнера. То есть у меня... Блин, у меня игра вылетела. Ну, зашибись, блин. Слава богу, можно присоединиться обратно. Ну, игра просто закрылась и все. Представляете? Фигня какая. Так. Я вроде еще не ходил. Да. Фу. Так. Берем карты заклинания, конечно. Так, на всех картах объекта... Блин, вот эта хреновая карта. Плюс 2 к атаке и минус 1 к интеллекту до конца следующего хода. Блин, что то, что другое, как-то все говно. Ну, ладно. Давайте, видимо, на... Давайте пойдем камень души заберем. Сейчас получу урон, но вставая сюда, я восстанавливаю здоровье. И камень души получаю. И теперь мне желательно еще и... Прогнать этого чувака с леса. И в лесу остаться. Поэтому давайте я плюс 2 к атаке все-таки применю. Я... Прогнать я его смогу только если нанесу больше урона ему, чем он мне. У нас одинаково атаки, в общем-то. Но ему еще добавилось... Блин, ему еще добавилось, к сожалению. Давайте это сожгем. Ведь я использую сразу кубик. А этот не буду трогать. Вот этот мне, конечно, карту надо выкинуть каким-то образом. Атака, защита. Ах, блин, ничья. Просто по нулям, к сожалению. И на меня еще, видите, наложено... Может, зря я атаковал? Блин, не хочу я гниль получать. Если... Я просто надо было в лесу остаться. В начале хода я бы получил магию. И, кстати, в начале каждого дня еще... Лидер по престижу выбирает какой-то... Указ короля. Вот сейчас мы его не видим. Там из двух выбирается. Но... Герои зараженные гнили получают минус один к престижу. Но это против ящерицы. Но у него, правда, не было. Так, это сейчас будет на меня нападать периодически. Дополнительный кубик днем. У него больше кубиков. Ну, не очень удачно у меня. Короче, сейчас. Может, сжечь? Ладно, сожгу гниль. Я считаю, что урона много получу. Блин. С другой стороны, у меня престижа нет. Как бы умирать. То есть, я... Вы умираете... Вы просто теряете престиж. Когда вы умираете, попадаете на свою территорию. Ой, я сейчас в уровне... Меня отодвинет на болото. И тут я умираю. Все. Меня это устраивает, кстати. В данном случае я ничего не потерял. И отсюда я пойду квест свой выполнять. Вот сюда. Заяц, по идее, я сюда уйти должен. Блин, ну... Ящерица захватила мой поселок. Поселки, захваченные поселки, каждое утро дают деньги. По количеству поселок. Каждый поселок одно золото. Поэтому я получил в начале дня два золота. Одно так дается. И еще одно за поселок. Ну, это, в общем-то, написано. А характер клана дневной, это значит, что днем мы получаем дополнительный кубик. Так, он нападает на гниль. Он, кстати, получит сейчас дополнительные кубики. А, нет. Этот получает дополнительные кубики. Но два у него отнялись от способности этой Оксаны. Сжигает карты. Не смог убить, но и сам урон получил. Два... Нет, три... Три-один. Да, три-один. Сейчас он отойдет сюда. Я думаю, что Оксана сейчас будет еще раз на него... А, нет, пошел в подземелье. На всех картах появляется гниль. По-моему, это ему выгодно наоборот. Ой, всего одно золото в подземелье. О, прикольно. Заяц сейчас убил каким-то образом. Тоже заразился гнилью. Ладно. Ход. Чей тут ход? Ход Амбер. Так, какие у меня еще способности? Давайте... Плюс три к магии и при нахождении в лесу на рассвете. Вот эти, вот это я не смог использовать. И вот доход за день и плюс одно золото. Но сейчас нету ничего. Ну, хорошо, что я все карты сбросил с другой стороны. Сжег ту гниль. Вот мне бы интеллект повысить еще, чтобы больше карт было. О, Элисия захватила поселение, так еще и окружила. Так, плюс два к здоровью. Символ щита. Давайте предмет возьму. У меня как раз деньги есть. В бою первое сожжение солнца и луна получает эффект пробивания. Оденем. Плюс два к здоровью. Заход в течение следующих двух ходов объекта. Ну, вообще можно использовать. Чисто... О, тут сейчас появится камень души. Ну, блин, походу ящерица заберет. Вообще я это все использую. У меня все равно восстановится магия. Сейчас ночь и магия, блядь, плюс шесть. Все. Да, к сожалению, ящерица заберет камень души. Так бы у меня уже второй был. Ну, я пойду квест свой выполнять, вон. Для чего выполняются еще квесты, чтобы получить пропуск во дворец. Вы во дворец можете и так зайти, но там испытания довольно сложные, надо проходить. А если есть пропуск, то испытания не нужны. Так, что он там себе башенный щит. Плюс один щит в бою, плюс дополнительный щит при защите. Нормально. Нормально. Хотя, обратите внимание, что в лесу меня не видно. Серьезно? Он не пошел. Странно. А, он ходит, собирает гниль. Он играет через гниль, то есть ему надо захватывать все эти поселения, чтобы накапливать гниль. Все, он стал зараженным. Слушайте, не зараженным, в смысле, а этим пораженным гниль. Может мне на него напасть? Или нет, наверное, квест просто выполним. Тем более, в лесу надо будет остаться. То есть я сейчас пойду так, потом так, потом так. И квест выполняю. А где этот, кстати, зайчик у нас сейчас? Во. Испытание проходит. Так, мне он не помешает, по идее. Зайчик побегаечек. Сжигает карты. Просто, просто сжег карты. То есть он, он даже хочет проиграть это испытание. А ему пофигу. Там минус одно здоровье загнили, а у него не было гнили. О, кстати, у него уже один камень души есть. Откуда-то. Еще камень души получил. Нормально. То есть уже у зайца два камня души. У меня сейчас будет два камня души. Так, а Элисия у нас вот тут. Тоже захватывает поселение. Ну, это способность зайчиков тут. И до своего задания добрался. Добралась. Плюс один к интеллекту получил. То есть интеллект... Количество интеллекта, сколько карт можно вытаскивать? У меня только три. Только к горам можно применять. О, плюс одну очку к действию. Отлично. Призвать гада, блин. Это мне не очень хорошо. Так, сейчас мы попробуем. Во-первых, испытание сначала будет пройти. Луна. Нет. Блин, я походу украсть две карты... Ладно, пускай украдут две карты. Надеюсь, украдут те, которые... Тебя не смог пройти. Надеюсь, сгнили украдут. Не, конечно, украдут то, что мне не надо. То есть то, что мне надо. Так, сейчас 60-процентная вероятность, что мы пройдем испытание. Да. Лично. То есть я сейчас повышает у меня дух. И дает еще и плюс. Ух ты, королевский штандарт. Круто. Сразу плюс 3 к престижу. Сейчас становюсь лидером. По престижу похоже. Сейчас я буду выбирать указ. Нет, смотрите, стикс лидер поприятный. Откуда высокая престижа этого? Гадина этой. Кроме моего названия. Кроссвер от всех заключенных появляются новые королевские испытания. Понятно. Так, я следующее испытание выбираю. Я возьму... Блин, тут камень духа дают. Ладно. Тогда сюда. Все-таки 4 камня духа практически будет. Это меня приближает к победе. Кот Оксаны. Ну что, будет на меня Оксана нападать? Нет? Прямо эту карту как-то сжечь надо. А ему не выгодно мне нападать. Он сейчас зараженный. И значит, я против него буду иметь 7 кубиков. Так, что там с испытанием? Мне, по-моему, нет престижа вообще. То есть... Ему это испытание, по-моему, ничего не дает. Да, 0 престижа. Поражен, видите, вот поражен. И задание... Так, а мое задание где? О, мое задание вон там. Наверное, пойду задание выполнять. Тут буквально... Через подземелье пройдем. У меня карты хреновые какие-то выпадают. И у меня инвентарь... Так себе. Мне бы на защиту что-то взять. Переванимает одного за верболу. Но у него нету последователей, мне кажется. Последователи это карты... Вот здесь. Вот тут последователи. Это помню, у кого нету последователей... А, нет, есть, смотрите, у... У Элисии есть последователь. Чеканщик. Ну, это Амбер. Так что ему можно было и не проходить это испытание. Ну, почему это карты на гниль приходят? Я не хочу через гниль играть. Ну, пускай ящерицы через... Нападать. А на горах у него дополнительно два защиты будет. Потому что они уже второе задание тут выполняют. Я немножко отстаю. Так, а где... Где-нибудь видите, чтобы камень души появлялся? По-моему, нигде нету этого голубенького свечения, да? Но тут, знаете, вот еще чем хорошо в этой нижней части карты... Смотрите, круги камней вот здесь, здесь и здесь. То есть все шансы, что... Ну, еще вот тут, да? То есть я как раз близко с кругами камней, где могут появиться камни души. О, минус один гнили. Так. Надо это все использовать, значит, делаем... Так. Дальше так. И минус три к здоровью. Оксану убьем. Или Элисию. Давайте Элисию, у нее больше престижа. За убийство другого героя мы тоже получаем престиж. Все, теперь идем. О, еще магию получил. Но я все равно, магия восстановится следующим ходом. Так, где там наши испытания? Ммм, далековато. Ладно, сюда встану. Потом пойдем... Следующим ходом пойдем так, потеряем здоровье, тут восстановим здоровье и сюда. Идем. Дальше. Идем. Предавend. Она не благословится. Идем. Уходи. Отлично. Уходи. Нажимаем. Продюс caves. Выходи. Уходи. 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 Входи. у меня вот проблема что мало интеллекта может мне надо было что-то на интеллект скорее взять перед игрой побольше карт можно было вытаскивать что три карты всего это считаете вы каждый ход их сразу используете он нападает но кажется его сейчас оксана убьют да он правда гада тоже убьет но и сам умрет но и получил гниль не за то что он умер он гниль накапливает в чем прикол попытки игры через гниль потому что у короля тоже есть гниль видите когда сталкиваются два соперника с гнилью то тот у кого больше гнили получает для атаки столько кубиков сколько гнили у того кого гнили меньше звучит сложно вот проще говоря тут у короля 4 а у ящерицы 6 сейчас да то есть у ящерицы больше значит нападая на королева получит дополнительные 4 кубика потому что у короля 4 гнили на самом деле сейчас если он будет добавить как раз не получит то что король еще не считается пораженным и только после пяти но по-хорошему ящерица уже может где-то хода через три пытаться заходить во дворец и убивать короля так я беру чисто кражи из рук одной карты уклонение обеспечивает о вызвать камень духа отлично то что надо ща мы смотрите чё делаем опа опа третий камень духа и опа остаемся в лесу теперь украдем одну карту я к сожалению не могу при нем применять эту карту а я вообще не могу ни на кого придешь они все скрытые на данный момент да ладно тогда давайте уклонение обеспечим себе ясер общество становится магия так как я в лесу класс и сейчас еще пройду испытания то у меня будет 4 как 6 откуда у зайца уже три камня души я не понимаю как когда он их набирает бред какой-то со вход в любое поселение два золота откуда этот зайц набирает камни души амбер применяет гламур к элизе как о кражи из рук так я тоже хочу украсть вообще подожду когда эти вы ящерица сейчас выйдет из хотя мне был амбер наверно украсть карту не все таки мне кажется на мой главный сапе ладно давай я могу это к эти применять карты и принят фигню как хотя не у него тут щит вот эта штука вот эту карту мне надо держать до входа во дворец дело в том что когда вы по огневе но когда вы ходите во дворец то выйти если вам удалось за него зайти вы все равно теряете ход сколько бы у вас не было очков действия но эта карта позволяет ходить еще раз то есть вы пойти во дворец у меня будет четыре камня души если я спокойно вхожу то я дальше одну проблему что не смогу нормально войти на всего три карты поэтому не надо все квесты выполнить сначала в этом проблема игры за сану а у зайца там уже три камня я только не понимаю откуда он их насобирал вот и тут час 4 появится блин блин ну как так амбер вообще свезло в этой игре что-то невероятное и она не будет сюда вот на подземелье пойдет чтобы недалеко быть от камня душ другой стороны этот камень души может могла бы ящерица забрать на ну видите на подземелье скорее всего или в лес чтобы не напал никто я в подземелье еще и задание тут может она задание брала на камни души кстати проходит испытание и эти возвращается обратно чтобы блин ну вся надежда на ящерицу что ящерица первая ходит у нее хватает сил нет скорости добраться до камня души минус 2 гнили хитрая уловка запас взрыва в цели не ограничены конца следующего хода пакт союзников с оксаной плюс один престижа вход прикольно так ну и мой ход минус один к здоровью минус один к очкам действия все равно она успеет мне кажется взять а мне не хватает уже магия ладно ну я надеюсь что мне хватит да блин я еще испытания должен тут пройти так да в принципе знаете сия про провалю тут ничего страшного запас взрывов мне не нужен ну нормально так вот теперь важно чтоб камень духа мне попался опять же 60 процентов всего лишь шанс ну давай пожалуйста четвертый камень духа есть так ну теперь мне надо в замок попасть и надеяться что 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 ящерица заберет этот камень души я за по заплатил 22 монеты сюда и сюда для входа потому что это указ такой был начале но мне деньги не нужны как бы я ну вот появляется камень души ящерица пожалуйста забери его да 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 работорговлю так а кто там на кого напал а там гады нападают прикольные кубики в этой у этого зайчика у элисии кругляшки все на защиту такой блин а у гада все на атаку выпадает ну нормально он он отобьется даже один урон году нанесет и вот так и вот и так и и и и и пожалуйста ящеречка где ты а он тут стоит 2 иди иди ко мне души но с другой стороны у меня уже четыре камни нет он пошел видите меня все-таки они больше боятся все заяц тоже сейчас заберет четыре камня и у него больше шанса зайти во дворец он и по квестам впереди идет я не могу зайти во дворец без квестов потому что мы слишком мало карт на руках ладно где мы квесту да то есть мне надо будет идти видимо так так и так или на болото на болото надо будет становиться чтобы за два хода добраться уход 12 атаки у него просто он как раз эти кубики собрал еще и отравление у него удары резня прямо получает гниль еще и уже 9 гнили у ящериц я вообще на месте ящериц уже вы пробовал заходить во дворец тоже что с такой гнили он вполне мощью камень духа получил с такой гнили он вполне может попытаться короля убить посмотрите сейчас давите 6 кубиков просто добавляется к кубикам ящерицы что было 6 гнили у гада и он сейчас туда этими огромным количеством кубиков сейчас как лупанет просто бойня как у ящерицы хит по он еще и лечится после каждой битвы на один хит поинт что это он там сыграл одно здоровье а как нужно телепортировался забавно но зря вот он думает что я главный ну понятно что это тут главное с этим берет четвертый камень у него тоже еще и задание выполняет третье уже по моему или четвертое тоже духовным странником стал что он какое-то сокровище получил кстати то есть испытание он прошел я думаю что здесь вот этот андер победит скорее горный мох стражнику там просто скинул карту но я выжден буду на болото идти то есть я потеряю здоровье еще могу испытание тут провалить чтобы сюда попасть он следующим ходом свое свой квест выполнить еще опять на меня минус 2 ну почему вы меня бьете ну что вы зайца не видите вот народ вот реально очень хреново когда они понимают игру вот сидишь все я первый получил четыре камня все сдохни тварь тоже чуваки не понимают что еще один есть четырьмя камнями у него больше карт то есть я не могу попасть во дворец он не ну огневе но конечно прикольно стикс у меня украл они понимают что я не могу попасть во дворец с тремя картами в руках потому что там испытание на четыре карты не нахер понимать все это так подзорная труба дубовое кобе кожаная броня вот давайте кожаную блинами денег нету ни на то ни на другое тогда давайте дубовое кобе пока правда не могу ее использовать плюс 2 к силе минус 2 к здоровью так надо на горы применить она давайте пока мы пойдем сейчас минус что тут будет за минус 2 к здоровью плюс 1 гнили ну ой это я странно сыграл сейчас я забыл что у нас ночь а там солнце бы взрывалась я не помню где где заяц этот был вон он где вы меня одно здоровье метод у меня убить уже вообще без проблем он наконец-то я лидер кроме себя и чуму на все поселения армелла распринилась за каждые три золота у героя он теряет одну очку престижа и получает одно золото по типам сколько у кого золото 5 8 10 а у меня всего три так что мне надо мой делаю зеленоглазые монстры минус 1 престиж во всех остальных больше забрали меня убьют я думаю этим ходом кто-то кто-то да убьет и жалко я укус луны не использовал как-то я боевая броня телепортироваться в дальние подземелья видимо он квесту какому-то своему идет не удалось сейчас его телепортирует он вон на зайчика на полное поможет дали только одну очку действия зайцу выгодно бы у меня убить конечно иначе я бы так вот прошел тут вылечился бы и подошел к из куда они разведчика он еще испытание тут мне за триггерит нос если используют его чтобы на меня не сработало отлично один престиж у этого 4 пресняк эти лидер по престижу на 2 то есть я даже могу один раз умереть и буду лидером так ну пока живу пока живу слава богу элисия ходит вот у элисии кстати я были еще и может убил а он сейчас может прыгать я тут если цель 6 кубиков и не выпал нужно или сколько 7 кубиков было вот это рандом это такая неудача ух ты это прикольная минус один к здоровью я могу и оксана убить и эмбер убить так вы я сначала своему испытанию подойду попытаюсь пройти испытание хотя минус один престиж это вообще не станет только 30 процентов что я смогу пройти но я все равно плюс получу к о прошел зашибись снимает яд и дает иммунитет когда завербован так это мы используем и я даже пожалуй убью эмбер плюс еще к престижу получаю это место сейчас вся восстановится видите восстанавливается потому что ночь наступила каждой ночью все восстанавливается вся магия это последний квест после этого я получу приглашение во дворец но блин очень долго очень долго минус 2 к здоровью а где у нас ящерица где-то тут он по моему был да и и и и и и а теперь robotic ну мне надо сбросить эту карту нам не это не нужная мне кажется в четыре новых наберу нет я умираю ну вообще как ни странно мне это выгодно мне ближе будет идти телепортация на клетку еще здорово плачь следопыта может что поменять меня из вещей я пока оставлю так во первых телепорт выполняем сразу квест отличие маскарадная маска еще так давайте что-нибудь поменяем вообще я не я не борюсь да давайте так возьмем и вот так возьмем дальше больше у меня нету кражи из рук карты плюс 4 к здоровью отлично у меня где-то или тут или тут будет вход во дворец поэтому я встал на это болото видите вход во дворец так я опять сейчас буду выбирать задание король на вот рай на всех героев до конца хода заплатить и 4 за против и крыльской все герои сбрасывают свои карты давайте это пускай все заплатят мне деньги не особо нужны а им наверно нужны сейчас все просто сбрасывают 4 монеты по хорошему так вот видите вот в эту клетку и следующим ходом вхожу без проблем но правда я теряю ход и все будут пытаться меня убить правда и у зайца тоже уже по идее есть приглашение во дворец как мне кажется и сейчас будет пытаться ящерица тоже зайти во дворец блин жалко огни вино я потерял вот огни вино было бы сейчас очень в тему может мне тогда в начале хода вытаскивать как раз карты не на магию она а сколько там огни вино стоило 4 золота может мне прийти огни вино или нет интересно ящерица тут ко мне идет этот вылечился я как бы в двух ходах от победы собственно мне кажется заяц тоже причем у меня кто-то огни вино спер я вот не помню кто кто-то из двух зайцев и вполне может быть огни вино но у эмбер сейчас быть плюс 1 золото в ход ну предположим о битва отлично это элисия в мою пользу играет надеюсь она он нанесет эмбер какие мощные зайцы качки навороченные фига себе тут карту сейчас все будет сжигать чтобы урон нанести видимо вы это столько защиты охренеть ну давай еще еще хоть один меч надо чтоб блин нифига по нулям ну плохо плохо если он мог хотя бы хоть какой-то урон нанести еще раз нападает просто если он наносит хотя бы повторю если наносишь больше урона не обязательно убивать если больше урона носишь то заяц отступит может подальше от дворца он отступит блин сколько у них всяких вещей на них надето все карты сжигали и он видите вот эмбер одну карту какую-то держит желтую это огневино мне кажется все походу видите даже больше нанес урона вот у этой осталась одна карта и это видимо огневино да мне не пришло ничего так ну я вхожу во дворец эх давайте плюс два к здоровью блин вот мне нечего ну давайте минус два к здоровью а у меня нету магии блин вначале и не смогу вначале следующего хода она плюс 2 к здоровью на себя но мне кажется тут amber победил тут amber победил все больше мне нечего сыграть я уверен что у amber осталось огневиной то что она входит во дворец используют огневино и ходит еще раз и побеждает если ящерица хоть немного соображает а по партии мне кажется так вообще как-то соль на играет о чем к это все еще гниль собирает зачем-то сейчас тоже будет заходить во дворец давить его но так как у нее нету приглашения то она должна выйти вот испытания почему я говорил что я не могу зайти во дворец у меня не было даже четырех карт чтобы эти испытания не четырех кубиков у меня не было он ведь и сжигает карты пытаясь подобрать гнили ну вот у него есть трех кубиков главное чтоб гниль выпало гниль выпало так он тоже во дворце но я хожу раньше него то есть если меня не убьют то еще на него кстати будут стражники нападать на этого огневина у него нету то есть он ход закончил а вот свой сварим как эмбер я считаю что сейчас он зайдет во дворец так выполнив квесты и вот тут он стоит сейчас и используя огневино так как у него четыре камня души закончить партию давайте смотреть да ладно ты на меня нападаешь серьезно то есть ты ящерицы решил дать победить вот мудила какой а ну блин он сейчас вы выкинет из дворца ну заяц козел просто ну тут ящерица победить сто процентов тогда просто трите у короля 7 а подождите ли он раз-два не лупать да вот вот дебил заяц у короля 7 то есть ящерица сейчас еще 7 кубиков сверху получит и 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 мне пришли какие-то о я сейчас убью зайчика ой кто-то умер блин применить к лесу но я опять сейчас теряю все очки действия не могу опять ходить получается и все то есть тот заяц и я вырочусь ящерица убьет что мне на ящерицу применять нету смысла просто заяц точно убивает вот еще не убивает он 4 камня души это означает просто сразу победа когда он нападает на не могу применить давайте знаю конь сюда с 1 к сложности испытаний ну блин все смотрим а знаете что еще может быть что король может убить король может и ящерицу тоже убить нет я лидер по престижу нафига мне это надо сейчас стражники будут нападать на ящерицу во первых надеюсь какой-то урон нанесут ему то есть есть вариант того что и ящерица короля убьет и король убьет ящерицу тогда побеждает лидер по престижу а лидер по престижу я будем надеяться на это но ящерица очень круто выглядит просто тот заяц помешал победить честно да вообще никакого урона еще один стражник нападает блин ящерица просто перед началом битвы сразу меня успокаивает что ящерица всего одна карта осталась по-хорошему то есть он так как там биться с королем особо и не сможет но он сейчас одну один урон нанесли ящерицы но и все равно много хп до 4 все сейчас ящерица нападает на короля момент истины блин и вылечился в начале ход ну что за еще карт набрал но это какая-то говнище какое-то просто еще он атаку себе повысил то не ну тут ящерицы бы этот долбаный амбер я не представляю чтоб ящерица сейчас могла про и проиграть сейчас мы все семь кубиков еще сверху возьмет вот смотрите финальная битва семь кубиков сверху вообще охренеть да еще четыре атаки все короля ничего боже я победил ребята я победил а нет подождите он короля не убью до убил короля и и сама ящерица сдохла все я победил все таки не хватило ящерицы напора чтобы да вот это развязочка но это такой рандом в конце конечно суровый оказался ну я вот за этого проголосуем он мне ничего плохого не делал чернокнижник пурист ну отлично неудачник что за звезда за неудачника мне дали интересно в общем вот такая игра армелла о какой-то могу сундук открыть еще до 100 на кубики какие-то новые до синего цвета нафиг надо честно говоря в общем вот такая игра из армелла буду могу еще новые какие-то восклицания для саны использовать видимо болтовня не знаю что это значит спасибо что смотрели ваши впечатления надеюсь опять же прочитать в комментариях и играйте умные игры всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока в этом видео